Во время всего фестиваля, всех этих дней мы все время на связи в Телеграме, поэтому можете смело на сайте Студфеста заходить в наш кабинет, то есть мы тоже будем оперативно отвечать. Я, а также мои коллеги Катя и Женя. Вот, также будем оперативно отвечать, как, собственно говоря, попасть в Генезис. Саша, спасибо большое. Вижу еще вопросы, которые вы пишете сразу. Про Генезис поговорим, про работу в целом тоже поговорим. Также расскажу, какие есть отличия между разными компаниями, какие есть особенности и какие в целом этапы отбора сейчас существуют на рынке. Так, поиск работы в системных компаниях с перспективой развития. Отлично. Если мы говорим сейчас про рынок, который у нас есть, по большей степени все компании, которые открыты к молодым специалистам, ориентированы на молодых специалистов и открыты создают возможности для них, они предоставляют как раз огромную перспективу развития. Но обязательно тоже затронем, какие еще есть нюансы здесь. Новые возможности реализации себя, поиск работы мечты. Прекрасно. Работы. Ходила в Генезис CV Gym. CV Gym класс. Крутая атмосфера. Да, мы очень сильно стараемся и очень большие усилия на это потратим, чтобы это создавать и поддерживать. Мы крутые, да. Это правда. Где искать стажировки, разные возможности. Хочется получить опыт без опыта работы. Отлично. Мы про это поговорим. Могилянка права. Привет, Могилянка. Так-так-так-так-так. У нас была встреча в Айсик. Да, мы там встречались. Хочется больше узнать, какие возможности есть в сфере. Хорошо. Мы поговорим тогда и про мой опыт, и про Генезис отдельно. Студентка. Еще чем хочу заниматься в будущем. Прекрасно. Новые возможности. Поэтому, собственно говоря, здесь. Спасибо большое, Виктор. Мы поговорим про все возможности, которые сейчас есть на рынке. И, в принципе, тогда затронем темы, где все-таки искать работу. Может быть, есть еще какие-то другие темы, то есть, которые волнуют сейчас. Так. Пока вижу, что в чате никто не печатает. Нет, печатает. Давайте тогда последний топик мы сейчас читаем и дальше продолжаем с вами общаться. То есть, я бы очень хотела, чтобы все-таки у нас с вами здесь был диалог. Хорошо, что у нас есть технологии, они нас пока не подводят. То есть, все прекрасно. И мы можем с вами все-таки этот диалог проводить. Где искать фриланс-работу? Хорошо, поговорим. Хочу поменять сферу деятельности. Окей. Как сейчас компания набирает персонал? Отлично. Мы это затронем. Что поменялось после вируса? К сожалению, вирус пока еще очень сильно колышет рынок. То есть, пока об этом говорить рано. Но вот мы сейчас тоже очень сильно мониторим ситуацию со своей стороны и смотрим как раз, как менять процессы, тоже адаптируемся к ним. Но тоже будем затрагивать тогда. Хорошо. Каких кандидатов отбирают как стажера? Внимание больше на соцскиллы или навыки? Окей. Обязательно затронем тему. Поиск работы с учетом общей специализации экономиста. Хорошо. Я поняла. Спасибо большое вам, ребята, за активность. Дальше пишите вопросы. Буду возвращаться. Опять-таки, буду стараться все покрывать по ходу. То есть, если буду что-то пропускать, то не забывайте дублировать вопросы, чтобы мы к ним обязательно вернулись. Начнем все-таки с нашей темы. То есть, вернее, продолжим говорить на нашу тему, что же ожидает сейчас на этапах отбора. То есть, если говорить в целом про все этапы, которые есть сейчас на рынке, они есть двух видов. Объективные и субъективные. Собственно говоря, весь, наверное, этап отбора по большей степени, он субъективный. И это очень плохая новость, но при этом вот то, на чем хотела бы акцентировать внимание, вам крайне важно обращать внимание на те объективные этапы, которые максимально сохраняют информацию о вас в компании, которые максимально позволяют рекрутерам, HR-менеджерам возвращаться к вашим данным. Ну, и будем, опять-таки, стараться. Некоторые лайфхаки, то есть, со своего опыта тоже будут делиться, то есть, как это сделать. Что, собственно говоря, относится к этапам отбора на текущий момент? Это, в первую очередь, скрининг, то есть, анализ документов, которые вы присылаете в компанию. И это тот самый объективный этап. К нему крайне важно обязательно готовиться и очень тщательно относиться. Это телефонное собеседование, интервью, тестирование, рекомендации. Также практическое задание, ассессмент-центр либо центр оценки. Различные нетрадиционные методы отбора, которых сейчас очень много на рынке. Ну, и также бывают компании, которые, в принципе, предлагают что-то новое постоянно, что-то оригинальное. Тоже постараемся застронуть эти темы. Начнем с первого. Это анализ документов. К документам у нас относится резюме, анкета. Анкету очень часто предлагают компании заполнять у себя на сайте. То есть, это очень часто делают именно международные компании, у которых есть представительство в Украине. Также к документам относится мотивационное письмо, либо то письмо, которое вы пишете в теме письма, когда отправляете резюме. Оно тоже называется мотивационным. Ваши дипломы, сертификаты и рекомендации. Что важно с точки зрения документов? Крайне важно, чтобы они были сформированы под вакансию. И в целом, то есть, когда работодатель размещает вакансию на сайте, на своем сайте, на сайтах поиска работы, то есть, для вас это уже должна быть подсказка, то есть, какого человека компания ищет, какие навыки и скиллы компания, собственно говоря, просит в рамках этой вакансии, то есть, у своего будущего кандидата. Кстати, ребята, в связи с этим вопросом, напишите, пожалуйста, какими сайтами поиска работы, либо вообще где вы ищете работу. Пока вы пишете, дальше немножко поговорю про документы. Что еще здесь очень важно? Важно, чтобы все данные, которые у вас в документах имеются, они действительно были релевантными, то есть, вся информация, она всегда проверяется, то есть, важно, чтобы вы всегда сохранили хорошее впечатление о себе, потому что это действительно тот, вот как раз то, что мы говорили ранее, объективный фактор, который крайне важен при коммуникации дальнейшей в работе. Стиль подачи информации, опять-таки, тоже очень важен, то есть, здесь очень сильно все зависит от сферы, то есть, насколько она креативная, консервативная, то есть, и очень часто, опять-таки, там, если мы говорим про анкету, то у компании это работает как некая CRM-система, которая позволяет выгружать в дальнейшем эти данные в некую свою систему, вот, систему, таблицу, то есть, для того, чтобы, опять-таки, информация была вся обработана. Важно, чтобы то, что вы предоставляете в компанию, было грамотным, то есть, важно, чтобы все данные, которые вы туда отправляете, все, что вы пишете, было корректным, было без ошибок, поэтому сразу же моя большая просьба к вам, перед тем, как что-то отправлять, тем более, там, как мы писали, компания мечты, важно, чтобы... важно... дайте кому-то перепроверить эту информацию, то есть, в принципе, у всех у вас есть друзья, знакомые, родственники, отправьте им, спросите их фидбэк, то есть, в целом, ничего плохого нету в том, что вы даже в компанию напишите, то есть, знакомым людям, которые в этой компании работают, либо даже просто напрямую рекрутеру HR, то есть, спросите, в первую очередь, совет, то есть, насколько вот резюме корректно, насколько, там, оно подходит, там, под стиль, там, вашей компании, к примеру. Ну, и опять-таки, достоверность фактов тоже, то, что мы говорили, то есть, важно, чтобы вся информация была правдивой для того, чтобы потом не попасть в простак. Так, возвращаемся, где же вы все-таки ищете работу? Работаю, Work, Telegram, Telegram, хорошо. А Telegram – это какие-то чаты с вакансиями, это какие-то чаты центров трудоустройства при университетах, либо что-то другое, напишите, интересно. Так, работа Work at Hunter Jobs, Flex Website, Flex, класс. Доу, LinkedIn – супер. И прям LinkedIn ведете вообще, это очень супер, это даже неожиданно, я бы сказала. Happy Monday, Доу. Так, Jobble, Genie, Genie – супер, отлично. Jobble. Чаты с вакансиями профильные. Спасибо большое. Да, ну, собственно говоря, ничего нового здесь не увидела, но при этом очень приятно знать, понимать, что мы с вами на одной волне. В принципе, на всех этих платформах мы свои вакансии, как Генезис, размещаем. Поэтому я думаю, что вы их видели. Видите и продолжаете видеть, и будете продолжать видеть в том числе. Хорошо. Для тех, кто не знает, то есть Доу, Genie, туда преимущественно размещаются вакансии технические, то есть это вакансии IT-специалистов, вакансии программистов, тестировщиков, и те, которые имеют прямое отношение к IT-сфере. То есть мы по большей степени пользуемся работой UA. Там также размещаются все вакансии. На нашем сайте размещаются все вакансии. Телеграм, LinkedIn, да. Единственное, что вот мы в последнее время хантером не очень сильно пользуемся. И ворк-юа мы не пользуемся вообще сейчас. Вот. Вот это вот то, где нас нету. Идем тогда дальше. Так. Это вот как раз то, о чем мы говорили с вами по поводу достоверности информации. То есть действительно все всегда проверяется, все всегда... То есть у вас уточняется, проверяется. Если вы где-то попадете в простак, то есть вас заметят, то есть может случиться так, что просто вас поставят, не знаю, какой-то блоклист кампании, то есть и для вас закончится процесс отбора. Почему не пользуемся ворк-юа? Для нас он не показывает большого результата, к сожалению. Так. Идем дальше. Следующий этап отбора – это телефонное собеседование. Сюда также может относиться Skype, Viber, WhatsApp, Facebook, Zoom, различные мессенджеры. Кстати, отвечая сразу на вопрос, как сейчас проводим собеседование, собственно говоря, так и проводим. Мы сейчас максимально адаптированы к той ситуации, которую имеем. Вот. И, соответственно, все наши собеседования рекрутеры перевели в онлайн. Но отбор на них происходит точно так же. То есть отбор продолжается. То есть мы продолжаем искать людей. Вакансий сейчас много. Поэтому будьте активны. То есть, знаете, если мы не можем повлиять на эту ситуацию, то нужно максимально адаптироваться к ней и менять себя. Вот. Поэтому мы придержимся такой философии у себя в компании. Ну и максимально, опять-таки, стараемся продолжать все наши процессы осуществлять. Что важно отметить с точки зрения телефонного собеседования? Наверное, сейчас это очень актуально в рамках текущей ситуации. Она требует предыдущей подготовки от вас. То есть как от кандидатов, то есть она требует обязательно предыдущей подготовки. Более того, это стандартный этап знакомства вас и компаний. То есть это часть процесса отбора, часть такого флоу, так скажем. Поэтому здесь крайне важно, чтобы вы были готовы, чтобы, опять-таки, вы были на одной волне среди человеком, с которым вы общаетесь, будь это рекрутер, либо будь это хайринг-менеджер, если это уже техническое интервью. Но здесь крайне важно, чтобы вы были действительно к нему готовы, вам было удобно говорить, если какие-то помехи со связью, либо какие-то проблемы. То есть не бойтесь переспросить, не бойтесь уточнить вопросы, если вы не понимаете что-то. Очень помните про внешний вид, про фон, который у вас происходит. То есть если вы находитесь где-то в общежитии, договоритесь со своими друзьями, опять-таки, чтобы они не шумели в этот процесс. То есть либо, может быть, у вас есть возможность, то лучше вообще отойти в отдельную комнату закрытую, то есть для того, чтобы не было каких-либо помех. С точки зрения, как готовиться, то есть, по сути, здесь мне сложно дать вам точно ответ, Ника. То есть здесь важно в целом смотреть на вакансию, то есть и какие требования в ней написаны. То есть если вы подаетесь, например, на бренд-менеджера или бренд-маркетолога, то есть вам важно, чтобы у вас было некое свое портфолио с кейсами, с историями, как вы это реализовывали ранее, либо что вы делали ранее в университете, то есть в рамках этой специализации, что похоже или нет, либо те волонтерские программы, в которых вы участвовали, какой опыт вы там получили, то есть если мы об этом говорим, либо это могут быть какие-то молодежные активности, там те же айсик, флексы. Это также крайне важно, то есть это тоже то, что дает очень большое количество опыта, когда этого опыта нет. Вот. Также это могут быть фриланс-проекты, то есть это тоже находится... Это тоже, в принципе, опыт, то есть и важно к этому относиться. По сути, вот, наверное, самый главный ориентир на первых этапах для вас это вакансия и те требования, которые там описаны. Это то, что должно для вас быть таким, знаете, зеленым флагом, то, что вот ваша путеводная звезда, по сути, под эти требования можно составлять и резюме, и в том числе, то есть к ним готовиться, то есть повторить темы, которые написаны там с точки зрения в требованиях, в программах, в хардскеллах, так называемых, которые описаны в вакансии. Вот. Также можно посмотреть информацию про компанию в целом, про то, что она делает, про то, где она сейчас выступает, какие у нее есть возможности. То есть, например, если... Забегая немножко наперед, то есть если опять-таки говорить там про маркетинг вакансии, то в Кенезисе есть такое чем, как маркетинг-кейс, либо там образовательные инициативы, то есть где вы заранее можете увидеть ваших будущих коллег, так скажем, с ними познакомиться, в неформальной уже атмосфере с ними поговорить, показать себя, узнать какие-то аспекты, которые вас так или иначе могут волновать. Ребята, есть ли здесь какие-либо вопросы, то, что касается телефонных собеседований? Класс. Спасибо большое. Вам также привет из Киева. Вот. Вижу, что Польша к нам присоединилась. Так, вижу, что ребята печатают. Тогда остановимся немножечко на этом слайде, тогда, если есть вопросы. Все понятно. Хорошо. Из Одессы. Привет. Супер. Привет, Одесса. Хорошо, тогда идем дальше. Так, следующий этап – это интервью. Интервью. Интервью может быть, опять-таки, нескольких видов, может быть, совмещенное между собой, то есть это может быть индивидуальное интервью, когда все время компании, по сути, предоставляется вам как кандидату. Ну, то есть вот, может, при этом важно отметить, что со стороны компании это может быть один человек, может быть два человека, может быть три человека, но при этом вы один-единственный кандидат. Это может быть групповое интервью, когда вы приходите, То есть понимаете, что рядом с вами сидят ваши коллеги, такие же студенты, либо тоже специалисты, и, по сути, с вами ведется такой диалог. Собеседование может быть структурированное, либо не структурированное. То есть это когда идет ощущение, знаете, когда вам заполняют анкеты, вопросы не связаны, либо с вами ведется опять-таки диалог, вы понимаете, что все течет своим течением, скажем так. Итак, интервью может быть стрессовое, биографическое, которое касается непосредственно ваших данных, которые вы указывали в своем резюме. Если мы говорим про интервью с молодыми специалистами, то по большей степени в компаниях это либо интервью по компетенциям, либо это ситуационно-поведенческое интервью. То есть когда, опять-таки, вот у вас нет опыта, а вам дают некую ситуацию, в которой вам нужно, опять-таки, вот предложить некие свои действия. Вот. Есть ли вопросы какие-то по интервью? Да, стрессовое интервью. Есть такой вид интервью. Вот. Очень разные могут быть. Их очень-очень много в целом. То есть если мы говорим, допустим, про нашу компанию, про Генезис, то есть мы не используем специальный такой вид, потому что понимаем, что, в принципе, любое интервью для наших кандидатов – это уже стресс. Как себя вести? Очень хороший вопрос. На самом деле здесь зависит от ситуации, в которой вы оказались. То есть, например, я, исходя из своего опыта, я один раз была именно на стрессовом интервью. Я пришла в компанию, где меня попросили подождать час. Вот. Ну, то есть я подождала, подождала, ну, то есть, вернее, после того, как я уже пришла туда, после того, как прошло определенное время, мне сказали, что вот, там, менеджера нету, то есть просим вас еще подождать там в течение, там, какого-то времени. Я дождалась до конца времени, которое проходить, ну, должно было быть это интервью заложено, то есть которое у меня было также в моем графике. Вот. Сказала, что, к сожалению, у меня больше времени нету. И сказала, что, ну, мне необходимо уходить. Вот. После этого ко мне вышел HR-менеджер, сказал, что вот так и так это было стрессовое интервью. Нам крайне важно было, как вы отреагируете. Я говорю, ну, здорово, то есть, говорит, мы готовы продолжить с вами коммуникацию. Но на этот момент я уже не готова была с ними общаться, потому что для меня действительно было дорого мое время. То есть, и это, знаете, это как, то есть, ну, вы всегда делаете проекцию. То есть, если вы оказались в такой ситуации, если компания себя уже так ведет на этапе отбора, то как она себя будет вести в работе? То есть, готовы ли вы в рамках работы там дальше точно так же ждать постоянно? То есть, там, либо относиться... Ну, сразу видно там, что компания не ценит, допустим, ваше время. То есть, ну, там, я, допустим, была к этому не готова, то есть, о чем сразу сказала. Мы пообщались еще буквально там несколько минут с HR-ом, то есть, и на этом разошлись. Все. То есть, сейчас, несмотря на все ситуации, которые есть, то есть, в рамках рынка труда, но я вас очень прошу и призываю все-таки любить себя, ценить себя, то есть, и в любом случае, в рамках всех этапов отбора, которые вы проходите, всегда делать проекцию, как вы столкнетесь, как вы можете столкнуться с тем или иным фактором, то есть, которым сейчас компания ведет себя, то есть, в дальнейшей своей работе. И готовы вы к этому или не готовы? Я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Есть ли еще вопросы по интервью? Так, похоже, что нет. Тогда идем дальше. Вот, это как раз о том, о чем я говорила, что действительно сейчас вы точно так же выбираете компанию, как и компания вас, поэтому крайне важно, чтобы все этапы, которые вы проходите, они действительно соответствовали вашим ценностям, вашим принципам, и всегда, то есть, старайтесь проектировать, как это может отразиться на вашей работе. Идем дальше. Тестирование. Тестирование также может быть нескольких видов, то есть, я... нескольких видов, то есть, это может быть профессиональное тестирование, либо какое-то психологическое. Вот, в рамках генезиса мы... тестирование для нас является обязательным этапом, то есть, это всегда процесс... Это всегда этап, который вы проходите. Более того, тест, который вы делаете, тестовое задание, которое вы делаете, оно довольно-таки сложное, то есть, вам необходимо уделить ему довольно... большое количество времени, то есть, это может быть 3 часа, может быть 7 часов, то есть, для того, чтобы максимально посмотреть, и как вы работаете с этой информацией, то есть, и как в дальнейшем, то есть, в рамках работы, которую вы выполняете, то есть, как вы будете подходить к заданиям. Но при этом оно очень интересно и всегда относится к той вакансии, на которую вы подаетесь. Кроме этого, тестирование может быть на проверку английского языка, математической логики, знания, понимания, умения пользоваться различными компьютерными программами, писать код, то есть, если мы говорим про программистов. Если говорить про психологическое тестирование, я лично к нему отношусь не очень хорошо. Опять-таки, исходя из своего опыта, была компания, в которой я его проходила, то есть, ну, опять-таки, проектируя, как-то начинаешь задумываться, действительно ли важно компании понимать мой тип темперамента и зачем вообще это. Ну, в общем, я больше за профессиональное тестирование. То есть, если вы проходили психологическое, поделитесь, пожалуйста, в чате, как это было, как вы к этому относитесь. Тоже очень интересный вопрос. И также, есть ли вопросы к тестированию? Так, вижу, что ребята печатают. Ну, тогда будем возвращаться к вопросам чуть-чуть позже. Так, сразу. Хорошо, тогда на этот вопрос отвечу. Дальше идем дальше. Если не прошел тестирование, но очень хочешь работы, есть ли сенс просить другое задание? Ну, лично мое мнение – нет. То есть, на текущий момент вы не справились, то есть вам необходимо подтянуть свои знания и уже через какое-то время пробоваться заново. Уровень математической логики проверяется для любой вакансии. Есть компании, которые проверяют это, да, то есть для них это как обязательный этап отбора, то есть, по сути, это для них крайне важно. Есть компании, в которых это работает не так. То есть, если, допустим, исходить из моего опыта в Ситебанке, в Долуэд, то есть там было тестирование, которое давалось абсолютно всем кандидатам. То есть это касалось как раз математической логики, английского языка и, в принципе, все. Вы можете привести пример тестирования, который занимает 7 часов? Да, очень легко. Например, там, то, что делала я, то есть мне необходимо было предложить стратегию развития своего направления. Вот. Также это могут быть большие аналитические задания, там, то, что касается, там, моделирования, то есть вам необходимо действительно подумать, уделить этому времени, поэтому, ну, опять-таки, очень индивидуально, там, 7 часов, то есть, ну, мне, допустим, потребовалось такое время, то есть на развитие вообще, в принципе, на стратегию, на понимание, знание вообще эти сферы, потому что я приходила в IT из финансов. Вот. Но, опять-таки, у каждого человека это по-разному, тоже нужно понимать. Так. Как относиться к тестированию, которое не относится к позиции? Ну, с удивлением, как минимум. Здесь нужно, там, смотреть, что именно, то есть если мы говорим, допустим, что вас просят пройти математическую логику, при этом вы подаетесь на какую-то креативную вакансию, либо вы дизайнер, ну, да, это немного странно, то есть, но при этом важно понимать, то есть зачем компания это делает. Если у нее это заложено, там, в ценности, либо у нее это заложено... То есть, ну, не знаю, вот для нее крайне важно, чтобы все ребята, которые приходят в компанию, у них был базовый математический... базовый математический бэкграунд. Ну, то есть, окей. То есть, ну, не стесняйтесь всегда переспросить у рекрутера, во-первых, что вас ждет в рамках этапов отбора, что вас ждет на тестировании, как компания... Ну, то есть, зачем она это делает, то есть, и что она ожидает здесь увидеть. То есть, в целом, если эта информация не какая-то закрытая, либо ожидается непосредственно проверить вашу креативность, как вы подходите к этому заданию, рекрутер вам всегда даст ответ на это. Считаю, что психологическое тестирование важно, чтобы в коллективе комфортно работалось, а также чтобы было возможно сотрудничество с коучами. Ну, может быть. Какой был ваш переход из финансового IT, переучились ли по специальности в IT-компании? Опять-таки, лично у меня все прошло более-менее платно, то есть, но при этом я действительно очень много изучала новой для себя терминологии, которую абсолютно не знала. То есть, наверное, первый месяц, спасибо большое моей команде, менеджеру задавало крайне огромное количество вопросов, и они, в принципе, с терпимостью к этому относились, отвечали на них, помогали мне всячески. Поэтому мне повезло, и на самом деле мой вот этот вот переходной период, он был максимально плавный благодаря моей команде. Но, опять-таки, то есть здесь, знаете, как it depends, то есть все зависит. То есть, если, наверное, если бы я была финансистом, в прямом смысле слова, там, аудитором, финансистом, и переходила в программиста, наверное, мне было бы сложнее, так как все-таки в рамках своей сферы, то есть я переходила просто, меняла индустрию, то есть, но осталась в рамках своей сферы, то есть мне было немножечко легче, но при этом действительно учиться мне пришлось все равно многому. Знаю кейсы, когда, опять-таки, то есть этот переход не такой плавный, то есть, ну, то, что я говорю, если вам приходится менять не только индустрию, но и часть профессиональных знаний и навыков, то, понятное дело, что вам сложнее, но не бойтесь всегда, то есть на этапах отбора, во-первых, спрашивать про то, как в компании построен вот этот вот адаптационный период, либо не бойтесь, там, когда вы уже пришли в компанию, опять-таки обратиться за помощью к вашим коллегам, обратиться за помощью к коллегам из других департаментов, чтобы максимально сделать для себя этот этап комфортным. Вы учились, когда уболились. И совсем поняла вопрос. Я пошла работать на втором курсе университета в Ситибанк, вот, и, в принципе, продолжала работу на протяжении всего своего обучения. После бакалаврата поехала на магистратуру, ну, вернее, нет, я на магистратуру поступала чуть позже, то есть, но после бакалаврата, после того, как закончила, сразу поехала на программу стажировок, стажировки в Ситибанк в Москву, получила там, провела лето, вот, и после этого возвращалась в Украину, уже поступала на магистратуру, переходила в Делойд, заканчивала магистратуру, так скажем, в Делойд, то есть и уже там последний свой год я уже провела без учебы, так скажем. И когда переходила непосредственно в Генезис, уже также закончила учебу, поэтому мне не приходилось это совмещать, но, в принципе, всю свою жизнь сознательную, всю свою карьеру, в принципе, я по большей степени проводила вместе с учебой, поэтому это тоже очень сильно учит многофункциональности в работе, то есть и также расставление приоритетов. Это очень классный опыт, то есть если вы для себя рассматриваете, я бы рекомендовала со своей стороны попробовать, но вы тоже должны понимать, что если вы осознанно идете работать там во время университета, то вы тоже теряете много, то есть у меня это в любом случае отразилось, то есть на какой-то личной жизни, каких-то хобби, также общению, коммуникацию с однокрупниками, поэтому, ну, то есть это выбор, который вы делаете, и важно его делать осознанно. Так, какое тестирование для дизайнера в вашей компании? Для дизайнеров мы очень смотрим на портфолио, то есть и опять-таки отталкиваемся в первую очередь от него, то есть если мы говорим про тестовое задание, то, ну, если в вашем портфолио нет того, чего нам нужно, то есть мы будем просить тогда это делать. Ребята, только у Виктора пропала трансляция или у кого-то еще проблемы? Так, Виктор, тогда, пожалуйста, перегрузите компьютер. Тестовое задание для продакт-аналитика, опять-таки, очень сильно зависит от проекта, в который вы идете, то есть даже внутри вот Genesys. Genesys – это огромный холдинг. Хотела бы напомнить, что в нем работает на текущий момент 15 отдельных бизнесов, и в любом случае, то есть тестовое задание с одного проекта может кардинально отличаться от другого. Угу, идем. Супер. Да, у нас есть вакансии маркетологов, маркетолога-стажера именно прямо, она так не называется, у нас в принципе нету программ стажеров в Genesys, то есть, но у нас очень большое количество джуниор-вакансий. Вы можете писать в чат параллельно даже с нашим вебинаром, и в любом случае вам сразу получите ответ, то есть и о текущих вакансиях, и о тех, которые есть открытые. Сколько этапов отбора в Genesys, сколько он примерно длится. Ну, давайте с вами вместе считать, то есть, по-моему, пять, но могу ошибаться. То есть это скрининг, это интервью, причем к скринингу относится, как мы с вами говорили, это в первую очередь анализ ваших документов, в резюме, мотивационное письмо, интервью. Чаще всего у нас это построено таким образом, то есть это может быть коммуникация с рекрутером онлайн, либо телефонное собеседование, и после этого интервью с менеджером. Также между этими этапами может быть еще предтест. Это небольшое тестовое задание, минут на 20-30 для того, чтобы, опять-таки, проверить, что вы владеете базовыми хардскивами, которые важны в рамках этой вакансии. Вот. После интервью может быть тестовое задание. Чаще всего обязательно есть тестовое задание, то есть это вот как раз большое тестовое задание, о котором мы с вами говорили, ну, на разных вакансиях, абсолютно разное. После тестового задания, то есть это финальное интервью, у нас это называется баррейзинг, вот, который проводится с менеджером либо с коллегами из другого проекта. Какой уровень английского нужен, чтобы попасть в вашу компанию? То есть, ну, преимущественно это intermediate, upper intermediate. То есть если это работа непосредственно на проекте, вы работаете с пользователями, там нужен upper intermediate fluent, потому что, в принципе, все проекты у нас ориентированы на рынки Америки, Европы либо Африки, где разговорный язык – это английский. Важна ли магистратура, правда ли, что без нее не продвинуться высоко по карьерной лестнице? Ну, конечно же, важна, да, конечно же, нужна магистратура, но мы на это не обращаем внимания. То есть мы смотрим по большей степени на ваши знания, то есть и то, что вы получили в университете, чем на диплом. Поэтому если вопрос в том, идти ли на магистратуру или нет, я вам на него лично не отвечу. Это то решение, которое вы должны принимать самостоятельно, но при этом для нас крайне важно, чтобы вы в рамках вашей учебы действительно тогда получили те навыки, которые важны в рамках работы. То есть на диплом, как диплом мы не смотрим, наличие есть он или нет. Но при этом знаю, опять-таки, что есть государственные компании, где от этого действительно зависит ваша карьерная лестница, то есть где вы не можете получить ступеньку, не знаю, старшего специалиста, эксперта, фахевтя, то есть пока не получите диплом магистратуры, не принесете его просто как бумажку. По поводу мотивационного письма, как считаете, вы лучше писать произвольно, так сказать, отдушили, выдержанно и структурировано? Знаете, когда мы общались с рекрутерами, то есть коллеги поделились, что они за время всей своей карьеры преимущественно это, ну, давайте возьмем лет 6, то есть не видели еще ни одного хорошо составленного мотивационного письма. То есть я очень надеюсь, что ребята, которые слушают вебинар, будут первыми, но при этом к нему важно относиться действительно как... ну, как к мотивационному письму, наверное, очень странное сравнение. То есть посмотрите, пожалуйста, в интернете, посмотрите для меня, наверное, такой, как сферы, которые действительно хорошо пишут бизнес-леттер, в принципе, и мотивационное письмо. Но я бы отталкивалась от таких компаний, как McKinsey, то есть посмотрите, загуглите, то есть в целом, как важно писать, то есть мотивационное письмо в эти компании, и таким образом вы сможете провести аналогию, что такое вот хорошее мотивационное письмо. То есть это может быть McKinsey, BCG, либо компании консалтинговые, которые относятся там к стратегическому консалтингу. Почему именно они? Потому что, во-первых, в рамках этих компаний там очень выдержанная структура процесса отбора, и у них прям отдельно выведены, наверное, там требования к документам. Поэтому для меня они все-таки являются, наверное, такими ориентирами. Ну, и отвечая на ваш вопрос, то есть если это консервативная какая-то компания, то все-таки выдержанно структурировано, если это IT, нужно смотреть по ситуации, нужно смотреть по вакансии, на которые вы подаетесь. Я бы, наверное, совместила вот в структуру и выдержанность, добавила чего-то от души. Давайте переходить дальше, потому что вижу, что у нас время заканчивается, у нас еще есть несколько вопросов, которые хотелось бы затронуть. Следующие этапы отбора, то есть которые могут быть, это практическое задание, либо assessment center. С точки зрения практического задания, может быть индивидуальное, групповое, может даваться вам вот сразу на интервью, когда вы пришли, вы должны его решить в классе, то есть либо может даваться вам домашнее задание, то есть как это вот, допустим, у нас есть. Может проходить в формате деловой игры, либо практического кейса. Assessment – это, опять-таки, этап отбора, который сейчас есть преимущественно во всех тоже международных компаниях, он также довольно-таки объективный, то есть убирается субъективная оценка, но при этом довольно-таки сложный процесс отбора, часто проходит в групповом формате, когда вы приходите с другими ребятами, то есть на этап, и это также добавляет некого стресса. Но важно отметить, что здесь к нему чаще-чаще всего привлекаются топ-менеджеры компании, поэтому с точки зрения коммуникации, с точки зрения прохождения – это очень хороший опыт, также очень хорошая возможность пообщаться с этими людьми для того, чтобы понять в целом, то есть какие требования у компании, то есть если это ваша компания мечты, я бы очень рекомендовала посмотреть, то есть на другие компании этой сферы, то есть и попробовать пройти assessment где-то заранее, для того, чтобы быть готовым к нему. Вот, также, ну, как мы говорили, то есть туда привлекаются часто топ-менеджеры, у которых есть формы оценки, прям, то есть процедура проходит очень-очень серьезно. Вот. Так, если здесь вопросы задавать, я пока перейду к следующим слайдам, то есть, ну, и в конце уже будем с вами тогда общаться, то есть для того, чтобы мы успели, тоже не сильно задерживали, хорошо? Вот. Также нетрадиционные методы отбора, сейчас их очень-очень много, то есть сюда также относятся, ну, я бы относила кейс-чемпионаты компаний, хакатона, олимпиады, школы, курсы, все различные розыгрыши, там, опять-таки, испытания, стажировки некоторые тоже относятся именно к нетрадиционным методам отбора. Мы в компании очень любим брейнтизеры, это некие маленькие логические задачки, которые компания дает вот либо на собеседованиях, либо, ну, чаще просто на собеседованиях для того, чтобы проверить некую структуру мышления. Вот. То есть очень рекомендую посмотреться. Были вопросы по поводу того, как получить вот тот самый опыт, когда опыта нету, я бы сразу рекомендовала присмотреться как раз вот действительно к онлайн-фесту. Спасибо, Ника. Это очень хорошая возможность для вас сразу сейчас пообщаться с большим количеством компаний и уже также для себя выбирать, там, какая индустрия, какая сфера, какая вакансия вам подходит, какие есть возможности входа в ту или иную компанию, то есть что они предлагают для молодых специалистов. Потому что, в принципе, все компании, которые сейчас представлены вот на Студфесте, они открыты к молодым специалистам. Просто пишите им, задавайте вопросы, которые вас интересуют, и, собственно говоря, превоспользуетесь этим шансом уже сейчас. Из того, что есть еще на рынке, то есть сейчас очень популярным становятся кейс-чемпионаты и хакатоны. Это, то есть я бы сказала, это прямо немного изменение с точки зрения этапов отбора, то есть когда вам тоже практическое задание дается, но не в конце этапа отбора, а в самом начале, то есть и вы просто в начале смотрите на него как на будущее, свою работу, с чем вы так или иначе будете работать. И, в принципе, после этого у вас, после решения кейс-чемпионата у вас уже проходит интервью, у вас проходит коммуникация с менеджером. Также, если вы успешно проходите эти кейс-чемпионаты, очень часто компания позволяет вам не проходить тестирование либо другие этапы отбора, которые, то есть, скажем, проводить весь его этап отбора в упрощенной схеме. Вот. Точно так же, в принципе, все вот эти вот образовательные инициативы, которые компании сейчас делают, которые они предлагают молодым специалистам, во-первых, это чтобы вас заинтересовать, то есть это уже хорошо, то есть вы сможете посмотреть на эту компанию немножко с другой стороны, также с очень неформальной стороны, познакомиться сразу с коллегами, с которыми вы будете работать, что является очень хорошим фактором. Ну и, безусловно, то есть вы сможете посмотреть на работу, на задание, на эту компанию изнутри, так скажем, еще не будучи даже там как сотрудник. Вот. Ну и дальше уже, соответственно, делать свой выбор более осознанно. Внутренние школы, курсы также сейчас очень популярны, то есть на рынке, поэтому смотрите, интересуетесь у компаний, что они предлагают, как можно упростить свой процесс отбора, то есть туда для того, чтобы... Или что можно узнать нового, что в любом случае будет полезным. Так. Есть ли здесь вопросы? Вот. Ну, если мы говорим там про какие-то логические задачки, которые вам задают на собеседованиях, вы всегда можете проявить свою креативность. Я пока поотвечаю на вопросы, которые уже были сказаны. Так. Как лучше одеваться на собеседование? Смотрите, то есть все зависит от компании, в которую вы приходите. Самый простой способ, то есть зайдите на Facebook этой компании либо на социальные сети, ну, любую социальную сеть и посмотрите просто, как выглядят там люди. То есть если вы видите там, не знаю, официальных людей, там, не знаю, белые рубашечки, брючки, то есть тогда, наверное, вам нужно на собеседование одеваться именно так. Если вы видите, что, в принципе, в офисе компании все ходят в джинсах, футболках, либо еще что-то, ну, значит, в принципе, нормально. То есть я бы все-таки относилась к casual, потому что, ну, более официально... Ну, допустим, если мы говорим про IT-сферу, наверное, это даже немножечко удивить сейчас, если вы придете, там, белая рубашка и темные брюки. Да-да-да, у нас у соседей ремонт, поэтому мы с ними немножечко воюем. Идем дальше. Я надеюсь, что вам они не сильно мешают, в отличие от меня. Вот, и все-таки меня слышно лучше, чем их. Brain Protection в время карантина – это та инициатива, которую сейчас запустили мы. На этом QR-коде вы можете его отсканировать сейчас, то есть и подписаться на нашу посылку, получать полезные новости, получать информацию от нас. То есть она вся из нашей жизнедеятельности, из нашей IT-школы, также маркетинг-кейс. Поэтому, в принципе, вы сможете как раз познакомиться с нами, так скажем, заранее. Это то, о чем я говорила. Тоже узнать немножечко нашу кухню. Очень рекомендую всем воспользоваться. Также, безусловно, туда же мы сразу будем отправлять все вакансии, которые у нас есть. Немножечко про Генензис. Если есть вопросы, еще, как я говорила на текущий момент, это холдинг огромный, куда входит порядка 15 отдельных уже больших бизнесов. Основные наши направления – это 5 направлений, вот, куда относится классифайды. Это доски объявлений, доски по поиску работы, цифровые медиа, также медиа, которые создают биральный контент, мобильные приложения. Генензис сейчас является одним… нет, самым большим разработчиком для Apple в Украине. То есть мы вошли в топ-50 компаний UpAny как паблишер мобильных приложений. Поэтому, на самом деле, мы действительно очень сильно гордимся в мобиль… Ну, мы верим, что за мобильными приложениями будущее. И в целом, то есть у нас там сейчас даже находится R&D, которая постоянно производит новые и новые приложения. сервисные компании, которые начинались внутри холдинга, также сейчас являются уже, в принципе, большими бизнесами и выступают также как отдельные единицы. И также у нас есть свой инвестфонд, который в прошлом году инвестировал в 4-5 стартапов, вот, и продолжает искать новые инициативы и новые стартапы на ранних стадиях. Так, и идем дальше. Наверное, самый важный слайд для меня, для нашей команды, вот, кого мы всегда ищем. Да, действительно, это так, и вы можете пока на нем остановиться, а я поотвечаю на вопросы. Да, у всех есть такие соседи. Спасибо большое, вы меня отлично понимаете. Расскажите детальные о школе и кейсе. Да, у нас проходит, есть наша стандартная, так скажем, образовательная инициатива, это IT-школа, вот, она уже такая устоявшая, укореневшая и имеет свою базу АЛЮНИ на текущий момент, то есть она уже проходит, то есть туда закончился процесс отбора, и сейчас скоро наши ученики начнут обучение. В этом году также, ну, то есть школа запускается всегда два раза в год, кроме IT-школы, у нас есть также школа QA, которая запустилась в этом году, также есть продакт-школа, которую мы делаем совместно с КСЕ, как программа дуального образования. Вот, в целом, то есть проекты очень интересные, они позволяют полностью нырнуть в внутреннюю жизнь IT-компании, продуктовать эти компании и понять в дальнейшем, в какую сторону двигаться, потому что если мы говорим про наш бизнес, все-таки он очень сильно отличается от стандартных, от больших международных компаний. То есть, для примера, у нас в компании есть 9 видов аналитиков и 19 видов маркетологов, и все эти вакансии, они абсолютно разные, требования на них абсолютно разные. То есть, например, на маркетологах, прошу прощения, на маркетинге у нас работают ребята, которые заканчивали мехмат, то есть, потому что им крайне важно, то есть, есть направление, которое позволяет строить большие воронки и, опять-таки, анализировать, анализировать очень большие объемы информации, то есть, и без математического бэкграунда сделать это очень сложно, например. Так. Новый кейс, будем стараться выпускать его как можно скорее. Опять-таки, прошлый кейс у нас проходил осенью, то есть, следите за Facebook-страничкой, за Telegram, Genesis, будем информировать вас. Если вы видите вакансии джуниора, вообще, в принципе, у нас в компании, неважно, дизайнер, это маркетолог, пробуйте, подавайтесь, пишите нам в том числе, то есть, мы будем консультировать в том числе, то есть, в принципе, работу свою любим, то есть, и стараемся делать по максимуму, чтобы вы тоже были готовы. То есть, это лекция в том числе для этого и участие в молодежных инициативах в том числе для этого. То есть, поэтому пишите в чат сразу конкретно, с конкретными вакансиями, то есть, будем общаться. Презентации. Анастасия говорила, что вроде как не все будут на сайте, поэтому да, конечно. Так, вижу вопрос, на каком языке лучше писать мотивационное письмо. Смотрите, ребята, то есть, такой маленький лайфхак, то есть, если вы видите, что вакансия создана на английском языке, она опубликована на джоб-сайте на английском языке, то, соответственно, готовьте и свое резюме, и мотивационное письмо на этом языке. Если вы видите, что она создана на украинском либо русском языке, то, опять-таки, точно так же относитесь к этому при оформлении своих документов. Функционал у саппорт-менеджеров. Смотрите, по большей степени мы работаем в B2C-сегменте, то есть, поэтому наши саппорт-менеджеры, они в первую очередь общаются с клиентами для того, чтобы решить те проблемы пользователей, которые в них возникают при пользовании продуктом. Спасибо большое. Я тоже очень надеюсь, что наши соседи как можно скорее закончат ремонт, то есть, и в целом, то есть, это все прекратится. Спасибо. Какой минимальный уровень английского? Ну, то есть, уровень английского важен, уровень английского нужен, то есть, он нужен не только Генезису, то есть, но и другим компаниям, поэтому, если вы сейчас еще вот рассматриваете для себя вакансии и учитесь в университете, очень рекомендую обратить на него максимальное внимание, потому что он вам в любом случае понадобится, то есть, либо прямо сейчас, когда вы начнете искать работу, либо в дальнейшем для повышения, то есть, по должности. Поэтому на английский обратите, пожалуйста, максимально вот свое свободное время, то есть, если оно у вас есть. Если говорить про Генезис сейчас, то есть, как и говорила ранее, то есть, в целом, средний, наверное, intermediate, upper intermediate, то есть, если вы работаете на продукте с пользователями напрямую, то там может быть intermediate, fluent, потому что продукты, которые у нас есть, то есть, они в первую очередь ориентированы на рынки Европы, Америки, Африки. Так, спасибо большое и вам, Дарья. Ребята, есть ли еще вопросы какие-то? Наши соцсети, можете подписываться, как раз там публикуются в первую очередь все новости нашей вакансии, все новости нашей вакансии, все обновления, которые происходят у нас в компании и полезности для вас. Вот. По, опять-таки, по QR-коду тоже выведена Google-форма, по которой мы отправляем вакансии, также информируем про все наши активности, которые происходят, поэтому тоже подписывайтесь и следите, будьте с нами на связи. Спасибо. Ребята, спасибо большое вам за внимание, то есть, на самом деле, на этом у меня все. Если у вас есть какие-то вопросы, то есть, вижу вопрос про джуниор-дизайнера, то есть, не совсем понимаю, про какую вакансию вы говорите, поэтому мне нужно посмотреть на эту вакансию. Напишите, пожалуйста, в чат, то есть, мы с коллегами вам ответим сразу. Ребята, вам желаю только компании мечты, то есть, чтобы у вас было поменьше стрессовых ситуаций в рамках этапов отбора, которые вы проходите, и также желаю вам найти вот ту сферу, которая вам будет приносить удовольствие и действительно, то есть, интерес, который вы будете развиваться максимально, получать что-то новое для себя каждый день и продолжать получать полезные навыки, хорошие эмоции, то есть, как на работе, так и дома, неважно, в какой ситуации вы оказались. Спасибо большое вам, ребята. Мне очень приятно заканчивать сегодняшний день вебинаров. Вы прям супер-купер. Да, Настя, я думаю, что вы меня можете отключать. Если у ребят есть какие-то вопросы, мы можем продолжить коммуникацию либо лично, опять-таки, в соцсетях, либо, то есть, пишите нам в чатах, вот, мы на связи.